Микс Ньюс Добрый день, программа Разворот в прямом эфире. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость сегодняшнего Разворота, член управления издательства Денос Бизнес Янис Маршанс. Здравствуйте. Добрый день. В честь чего мы здесь собрались? В первую очередь, конечно, по тому поводу, что 8 ноября, вот 11 дней назад, вышел последний номер издания Денос Бизнес, последний печатный номер. Первый тем временем вышел аж в 92 году, 13 апреля, если я все правильно понимаю. Янис, можете подтвердить. Да, наверное, надо пояснить, да, вышел последний номер газеты. Именно. Но уже вторник вышел первый номер журнала, и сейчас каждый вторник будет ежедневный журнал, Денос Бизнес так и называется. Еженедельный, получается. Еженедельный, еженедельный, да. То есть раньше это была газета ежедневная, теперь стал еженедельный журнал. Но вот даже просто, не знаю, вас можно поздравить или посожалеть? Я не знаю, я думаю, не надо ни жалеть, ни поздравлять, может быть, я думаю, это просто цикл бизнеса, мы просто, я не думаю, что мы что-то теряем, мы просто меняем наш бизнес-модель. Это не секрет, что это не только в Латвии, но и в всем мире, конечно, печатанные издатели, ну, газеты... Уходят. Уходят, теряют своих читателей, теряют рекламодателей, так что надо было менять бизнес-модель, и, думаю, в Латвии это еще больше чувствуется, потому что рынок очень маленький, людей становится еще меньше, выезжают, умирают. А это очень ощущается, то есть количество людей очень сильно коррелирует? Я думаю, ну, это один, что чувствуется, да, что, конечно, уезжают, но другое, что молодое поколение, сам ведь, наверное, знаете, да, что молодое поколение, они живут в мобильных телефонах, там, планшетах, они вообще, там, не говоря о газетах, даже книг, я понимаю, уже мало читают. Вы к этому сами как относитесь? Вы относитесь к этому как к естественному процессу, у вас какая-то есть печаль по этому поводу? Не, не, ну, конечно, ну, думаю, каждое поколение свое, но для меня это кажется, конечно, жалко, я еще привык, я люблю читать газеты, ну, всегда любил читать книги, но смотря по своим детям, тоже вижу, да, что, конечно, у них самые более, больше планшеты, там, телефоны, ну, это, наверное, надо принимать, что меняются поколениями, меняются интересы. Ну, как вам кажется, печатные издания, например, вот журнал-то все равно у вас будет выходить, они сегодня, в 2019 году имеют какое-либо преимущество над тем, что мы через гаджеты читаем? Ну, есть у некоторых такой романтизированный образ, вот, утренние чашки, там, кофе, да, и газета свежий, но это, конечно, больше относится к каким-то таким эмоциональным моментам, а в остальном, с точки зрения того же бизнеса, кстати, что он ближе? Ну, я согласен, согласен, я тоже думаю, что это нам во многом, как многие говорят, что не могут бросить курить, они даже говорят, что они меняют этот никотин, но это процесс интересует, я думаю, так что многих, что осталось, это тоже, да, какой-то, это привычка кофе и газеты, но, как я говорил, мы видим, что меняются, меняются… Ну, да, привычки меняются, и в сегодняшнем мире настолько много информации, что, ну, пока эта газета, напечатали, когда она вышла, эта новость уже потеряла свое, все, ну, там нет, уже прочитал где-то в другом месте это, и поэтому, как мы видим, да, журнал, мы надеемся, и мы видим, что журнал тогда, он не будет больше там, может быть, осуществлять не настолько много актуальности, но будем пытаться идти какую-то… Аналитику? Аналитику, аналитику, потому что это как раз мы видим, что люди требуют аналитики, и, ну, в каком-то смысле кажется, да, что раз в неделю прочитать журнал, это намного легче, чем там каждый день что-то пытаться читать, так что мы видим, как новый этот бизнес-ныш, и думаем, что это может… В вашем случае с DNS Business решение отказаться от ежедневной газеты, оно появилось в связи с какими-то там событиями последними, или вы к нему постепенно пришли, заговорили за несколько лет, например, уже год назад вы начали, как это происходило? Или был какой-то последний рубеж, когда вы сказали, все, уже и с бизнес точки зрения, и с других газета нам невыгодно? Нет, нет, мы громко этому никому не говорили, но там чувство, как бы на высшем уровне, мы уже, не знаю, 2-3 года осени, всегда как-то задумывались над этим менять, этот модель не менять, там разные были варианты выходить 3 раза в неделю, как газета 2 раза в неделю, но в этом году как-то это было много аспектов, и один, может быть, не самый главный, но такой какой-то, еще больше задуматься надо было, когда почта там начала заикаться, непонятно было, будет там компенсации, не будет компенсации из-за государства, и как-то, не знаю, в последний момент все там случилось, но... А что, чем в итоге вот на сегодняшний день? То есть шла речь еще летом, что с 2020 года компенсации, я поясню просто, компенсации за доставку прессы, печатной на дно, в дома и, в принципе, физическую доставку, а с, я так понимаю, с кризисных лет, да, эти суммы компенсировало государство, с 2020 года они решили все? Не, ну сейчас опять в следующем году еще будет, но как дальше, непонятно. Это для вас серьезная вот эта компенсация? Ну, может быть, я сказал бы, ну да, это с одной стороны это есть, но у нас, может быть, меньше, потому что у нас, не знаю, почти 90% юридических персон, клиентов, ну, конечно, там побольше не может быть денег. 90%? Ну, примерно, да, 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 но это, может быть, даже меньше, это компенсации, но больше, я думаю, у нас повлияло то, что если не будет компенсации, то это, ну, мы с почтой говорили, если компенсации не будет, то там почти 100% ясности, что не будет утренних доставок, то есть сейчас в 8 часов утра абоненты получают газеты, но потом, возможно, что там, не знаю, 12 часов, час принесут, ну, кому это, ну, конечно, это уже, как я сказал, уже утром эта газета уже состарелась, то там, кому интерес будет, 12 часов там газеты читать. Да, можно позвонить по телефону 672-12-939-672-13-939, мы говорим с членом правления ДНС Бизнес Янисом Маршинсом, о, собственно, закрытии газеты ДНС Бизнес и о рынке СМИ в целом. Как вам кажется, ДНС Бизнес все-таки это деловое здание, бизнес-издание, можно сказать. Нет ли ощущения, что, наверное, это может быть глобальный такой процесс, что деловые и серьезные издания все-таки постепенно проигрывают какому-то развлекательному контенту в этом отношении? Не-не, ну, конечно, это мы везде видим, но мы же видим, которые журналы идут больше всего, я, к сожалению, не специалист, как в русском сегменте, но в латышском мы видим, что там приват, адзиевка, сяунс, полный бред там. Таким желтым, желтым, да, подтекстом. Да, я там, не знаю, как-то до половины дохожу, и всегда мне рвота начинается, я не могу читать. Но, наверное, есть, да, такое интересное. Вам кажется, что в Латвии очень много такого плана изданий? А, даже не знаю, ну, я говорю, я небольшой специалист, я там так пролистал иногда, но я понимаю, что у нас два, это есть на латышском как раз языке, оба идут там на Ура и все большие тиражи покупают, и, ну, так что... Но это общемировая вещь такая, или есть в Латвии какая-то специфика в том смысле, что, может быть, люди более аполитичны, более бизнес-ориентированные, менее... Ну, не знаю, я не сказал бы так, мне просто, да, жена англичанка, я довольно много и в Англии, проходим древние, я вижу там, ну, ну, может быть, англичане, они еще более тендированные на это, на желтые, но там то же самое. Аблоиды, да, так называемые? Да, да. Звонок, кстати, у нас есть, давайте наденьте наушники, пожалуйста. Которые? Да, вот возьмите любые, пока ждали, звонок сорвался, вот есть, теперь снова. Доброе утро. А вы знаете, я хотела сказать в защиту журнала то, что преимущество журнала, что его можно читать в любом общественном месте и в электричке, намного удобнее, чем разворачивать большую газету. Спасибо. Это преимущество, простите, чего еще раз вы сказали? А, сорвал. Я не слышал, к сожалению. Да, ну, что, да, я понял. Журнал удобнее читать, например, в электричке, в публичном месте, потому что газета очень физически широкая, и журнал в этом плане удобнее. Такая вот вещь, что в тот же день, когда было анонсировано, что газета прекращает вот ежедневное свое существование, стало известно, я не знаю, совпадение, по всей видимости, что, по сути, прекращает свою работу телеканал ЛНТ в том виде, в котором сейчас это происходит, да, все тоже переходит на ТВ3. Вы как-то вот, вас-то как-то озадачило, я не знаю, что в один день две такие знаковые вообще-то новости для латвийских СМИ. Ну, нет, я думаю, нет, и мне интересно очень было, я как раз на прошлой неделе слушал латвийское радио было, Крузпункт, программа была, была эта программа как раз про медиа, и там, вообще-то, первый раз я такую идею слышал, и мне очень логично, и она показалась, что, как там эксперт говорил, что, да, что интернет сначала, наверное, убил, погубил прессу, и сейчас он подкрадывается к телевидению, и, наверное, скоро и к радио подойдет, то есть, ну, исходя из того, что это мы ощущали, конечно, да, что реклама отпечатанного знания уходит в интернет, и все меньше и меньше рекламы становится, и, ну, такая, значит, есть мнение, что и на телевидение сейчас это повлияет, но это звучит логично, и очень невозможно, что так и есть. Ну, Влад, я надо сказать, что в плане телевидения интернет еще не так. Не, не, ну, конечно, да, 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 ну, газету, ну, я говорю, если бы мы там смотрели, как там, 300 лет назад, наверное, первые газеты, когда периодически и вышли, ну, 250-270 лет газета была, ну, как, Кингтон, ну, да, за последние 20-30 лет, конечно, все поменялось, и кто знает, что будет сейчас. А если говорить про Лантепп, получается, что, в принципе, у вас вот эти причины, они во многом схожи, то есть, это интернет? Ну, мне трудно анализировать, там, я не знаю, так, ну, я бы сказал, думаю, что, наверное, да, что это невыгодно просто платить там двоим, этим новостным сервисом, и, наверное, там чисто, да, финансовый какой-то, финансовый аспект есть. А вот на фоне, в принципе, эти разговоры никогда сильно не заканчивались, но на фоне событий с ЛНТС, ДНС Бизнес, возобновились разговоры о том, что государство, в принципе, такой какой-то двойной стандарт по отношению к медиа, к СМИ применяет, что, с одной стороны, все время речь идет о том, что СМИ – это очень важная составляющая, с другой, как мы видим, СМИ закрываются, рынок становится все меньше. Вот как вы на это смотрите? Не-не, ну, это вторая дискуссия, конечно, все громче и громче становится, что, конечно, если государство хочет нормальной масс-медиа и нормальной какой-то обменной информацией, то, наверное, надо как-то больше поддерживать и частные медиа, не только там государственные радио, а государственное телевидение. И мы знаем, да, что там фонд есть, мне кажется, сколько там, 10 миллионов, если не ошибаюсь, где и частные медиа могут получить какие-то дотации. Но опять там посмотреть, кто там получает, там хорошо видно, что получают те, кто не кортизует, ну, коалицию или там правительство. Ну, это одно и другое, конечно, это все мы. Это среди частных вы имеете в виду? Да. А что за источник вы сейчас имеете в виду? Я могу ошибиться, есть этот фонд, где… Это частный фонд? Нет, это государственный фонд, да, где все масс-медиа не могут подавать там, ну, там, какие-то свои программы. Ну, мы пробовали там пару раз, не знаю, мне кажется, там что-то очень мало. И вы видите явную тенденцию, что получают те, кто вот не критикуют Плачу? Ну, да, но я не буду называть там имена, все знают, у нас самый большой интернет-портал, который самый популярный в балтийских странах, ну, там видно, что они получают не по десятке, а по сотне тысяч, и, конечно… И критики-то мало, вы считаете, власти. Ну, критики мало, да, да. И с такой стороны, да, конечно, мы слышим, да, что правитшая коалиция, они говорят, что партиям надо денег больше, чтобы они не были… Зависимы от спонсоров, да. А тогда почему? Ну, мы с медиами, думаю, то же самое можно сказать, но… Сейчас всем продолжим, еще звонок примем, давайте, слушаем вас. Добрый день. Добрый, пожалуйста. В советское время, примерно там, где Стокман, вот вдоль железнодорожного насыпи, вот этой, да, стояли стенды с газетами с разных республик наших советских бывших, да, и даже там, как сейчас помню, тезка нашей латвийской советской молодежи была из Иркутска, кажется, там еще чего-то. И вот люди подходили, читали, поскольку, ну, я не говорю, что там толпы людей стояли, но я, например, иногда там ходил, все просматривал, потому что у меня была работа, связанная с тем, что я в этих районах очень часто бывал, мне просто было интересно, что же там творится. Сегодня, что творится в Латвии, не надо читать газеты, послушайте, вот, ваше хотя бы радио, оперативно все, там еще начинают говорить где-то в парламенте, а вы уже начинаете комментировать, так, ну, извините, если вотрирую, да, вот, поэтому все местные новости переживывать через газеты, а я поклонник газеты, и последнее, от чего я откажусь, когда в жизни у меня пуга станет, это от газеты, да, вот, я выписываю, читаю, там все прочее, вот, но это таких, как, скажем, я, которые еще по старинке интересуются тем, что происходит в государстве, уже мало, с тем, что происходит, да, и хочется какую-то там аналитику еще после этого, ну, Поняли вас, поняли, спасибо большое за ваши комментарии, мы сейчас прервемся коротко, небольшая реклама и вернемся через минуту. Продолжаем развороточное управление Денос Бизнес Янис Маршинс у нас сегодня в гостях, еще раз напомню, что можно позвонить, 672 12 93 9, 672 13 93 9, а вот параллель вы провели по поводу независимости партии от спонсоров, да, и вот, может быть, вы тоже в дискуссии на лете, агентстве лет, она как раз сегодня была, и похожую мысль высказал исполнительный директор издателей прессы Гунтер Лицес, и он сказал, что, в принципе, ну, то же самое, что вот партии стремятся к тому и предлагают обеспечить им государственное финансирование, чтобы быть независимыми от спонсоров, и вот, как говорит Лицес, что, да, СМИ тоже могли бы получать какие-то средства из бюджета, частные в том числе, не только общественные, чтобы тоже быть менее зависимыми от тех же спонсоров. Согласны с такой мыслью? Абсолютно, ну, 100% согласен, конечно, если, ну, как, мы все знаем, да, что печатные издательства действительно, как там, мне кажется, тоже Лицес говорил, что живут с руки, рот, да, так по-русски, с руки, кормятся, да, 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 Ну, если было бы какие-то больше дотации, какая-то помощь там, и зарплата могли бы быть повыше, и всем было бы. И самое главное, что было бы какие-то, так сказать, не фейк-ньюс, а какие-то стабильные издания, издательства, ну, не знаю, радио, телевидение, любое, которые могли давать какую-то реальную информацию. А как вы видите связь между финансированием государства и качеством информации, фейк-ньюс, не фейк-ньюс? Нет, из-за того, что, ну, я думаю, что мы первые, которые пришли на это ежедневное, еженедельное издательство, я думаю, что не последние будем, и, конечно, с каждым таким... У нас в принципе ежедневных газет осталось-то сколько? Ну, на латышеском, наверное, тогда три получаются, две ННК, Латвия и Советы, да, и, ну, если еще кто-то уйдет, если кто уйдет, то может получиться концерт, да, что вообще есть только еженедельные издательства и... Ну, интернет-порталы. Ну, да, 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 ну... А по поводу государства, вот, вы говорили о разных выражениях, вот в русском тоже есть такое выражение, кто за девушку платит, тот и танцует. И если государство будет платить, обеспечивать бюджет, вам не кажется, что может случиться так, что информация в эту сторону все-таки повернется? Ну, да, не-не-не, я понимаю, что вы говорите, но да, это, наверное, не самый, опять, правильный... Ну, шутка, да, что есть, что вот, есть кто идет на выборы, где есть кто считает, голоса, и, ну, конечно, с такой стороны можно быть, но... И, конечно... То есть, в каком случае все-таки частные СМИ более независимы, как вам кажется, если так иначе разознать вопрос, если его будут финансировать государство, и это преподносится как, ну, более независимо, или все-таки частным бизнес-образом, зато независимо от государства? Не-не, ну, реально, конечно, было бы нормально, если это частные, только частные, но тогда то же самое ведь получается, если у тебя есть какой-то там мега-спонсор, это какая-то там гарантия, что ты против него пойдешь. Ну, значит, я думаю, что все-таки правильное было, что было бы государственное, но это такое идеальное, конечно, видение, что тогда есть очень-очень компетентная и там независимая какая-то организация, которая выдает эти дотации, ну, как у нас, да, это, наверное, мечта такая. Так что, не, ну, да, согласен. Как вообще, какое же мнение по поводу регулирования СМИ государством, в принципе, у нас, ну, сколько, нескольких органов получается, это Национальный совет по СМИ электронным есть, есть, вот тут тоже такая ситуация, как спортсмены часто вот жалуются, что ли, что спорт у нас подведомствен Министерства образования, которому там понятно, что у них на первом месте спорт едва ли может быть. СМИ у нас, как известно, подведомственное, если Министерство, то это Министерство культуры, вот, что тоже, в принципе, рядом, но СМИ там, наверное, едва ли может быть на первом месте. Ну, и еще раз говорю, нацсовет по СМИ, с которым тоже, вы сами знаете, в последнее время в связи с общественным радио, общественным телевидением много разговоров, там, перетрубаций. Какое ваше мнение по поводу вот руководства государственного? Ну, я сказал бы, что там ужасно, и, мне кажется, то, что там Министерство творится, ну, вообще же бардак, я понял, что там какое-то отделение есть у них, ну, не там начальника больше, там, ну, мне кажется, там вообще никто этим не занимается. А в чем, если конкретнее, в чем это выражается, какие-то примеры, может быть, в чем это тогда проявляется, что у нас вот это руководство настолько, как вы видите, ужасно? Не-не, я понимаю, что я мало, ну, влегка смотрел в это, но я понимаю, что есть, да, что в Министерстве есть какое-то отделение, которое там, у нее задание там координировать и смотреть, как там медиа развивается. И то, что я говорю, что я еще недавно читал, что там, я понял, что один работник только, ну, может быть, я что-то подаю, ну, вообще. Ну, немного, да, отдел там. Ну, немного, и начальника нет, работников нет, ну, они вроде какие-то концепции вырабатывают, ну, до реальной жизни, где я ежедневно работаю, я вообще ничего от них не ощущаю. А, ну, в первую очередь, помимо финансирования, вот, роли государства в СМИ, ну, там, возьмем ДНС Бизнес, ваше, то, чем вы занимаетесь, как вы видите, помимо, должно это принимать участие? Нет, я не вижу. Ну, нет, ну, конечно, надо, надо, есть органы, которые должны за всеми присматривать, что там нету что-то там, не знаю, противозаконного, там, такого, какое-то другое влияние, думаю, конечно, не должно быть. А ДНС Бизнес, ну, нельзя сказать, что один из немногих, но, в принципе, не так много, вот, тех интернет-порталов новостных, которые, в первую очередь, на латышском действуют и имеют русскую версию. Вы эту русскую версию, вот, поддерживаете. Почему для вас это важно сегодня? Ну, да, это, с одной стороны, конечно, всегда, это уже исторически было, это не то, что мы, в прошлые годы это начали. Ну, постоянно все равно, как бы держите руку на путь. Не, ну, важно было, почему? Важно было, потому что у нас довольно много читателей, я знаю, и в Москве есть, и в Киеве, и в Минске есть, которые обращаются к нам. То есть, ну, мы чувствуем то, что мы, наверное, являемся какой-то тоже, ну, не фейк, а какой-то реальный источник новостей, которым доверяем. Альтернативный источник тем, которые вот у нас называются фейк, да? Ну, может быть, да, не только адаптивный, но я понимаю, что у нас репутация такая, что если кто-то хочет узнать побольше о латвийском бизнесе, они, да, и в Москве, или где-то в другом русскоязычном мире, они читают наш портал, и, конечно, да. То есть, у вас экспорт такой, получается, вашего русского? Как раз даже не там латвийские, там бизнесмены, которые перебрались, но там чисто даже местные россияне или украинцы читают, им это интересно, и, ну, с такой стороны, конечно, мы очень рады, и мы готовы были бы продолжать, но опять есть тоже вариант, что рекламу очень трудно в русском портале получить. А там какой-то иной, это иначе работает? Ну, не знаю. По сравнению с латвической, например, эти все. Не-не, ну, в таком, иначе, исходя из того, что просто, ну, очень мало рекламодателей. А как вам кажется, будучи вообще у русскоязычных СМИ, постоянно тоже об этом разные мнения можно услышать, оно есть вообще? Учитывая то, что и количество людей становится меньше, и пропорционально, там, русских становится меньше, может быть, какая-то переориентация там происходит, как вам к самому кажется? Ну, в Латвии, да, конечно. Да, да, да. Да, да, нет, я думаю, что будет, ну, мы хотим или не хотим, но мы живем в двух общинном государстве, и это все там bullshit, что говорят там, интеграция, и так что нет, я думаю, что это, ну, наверное... Ну, как долго, да, но мы, думаю, не знаю, 10, 20, 30 даже лет, наверное, это какое-то слияние не будет, и я думаю, что для русскоязычной аудитории будет важны масс-медиа и все на русском языке, где там... Давайте звонок еще примем, слушаем вас. Добрый день, Александр. Добрый, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот КНАП вообще у нас действенная такая вот структура или нет, или это так на бумаге просто? Спасибо. Да, не понял, к чему вопрос, но вы, то с КНАП деятельностью знакомы, я не знаю, почему это спрашивал радиослушатель, но давайте об этом поговорим тогда. У вас КНАП отношения длятся кое-какие в последнее время. КНАП усмотрел в деятельности вашего издания политическую агитацию и хочет вас оштрафовать на довольно крупную сумму. Ну, пока еще не на крупную особо, нет, у нас пока есть первый протокол на 1400 евро, но мы подали суд жалобу, и суд будет только в следующем году, так что там еще трудно сказать, как это все будет. А как вы сами видите эту ситуацию? То есть, по сути, КНАП утверждает, что у вас просто там публиковались комплементарные материалы в пользу некоторых партий, к согласии КПВЛВ. Нет, нет, ну там ситуация интересная, конечно, и то, что мы до конца не понимаем эту проблему, потому что какая была суть была, что чтобы начать нашу подписание компании, мы хотели выдать свое рекламное издательство, и в нее включили эти статьи, которые самые, мы смотрели просто, у нас даже есть по кликам, там в интернете видно, что мы выбрали те статьи, которые были одни из самых, где были все много, да, читаемых, поставили это в двух газетах. То есть, эти материалы вышли сначала в интернете? Нет, 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 ну они были и в газете, и в интернете, и тогда те же самые статьи, которые уже были там летом и осенью, мы решили их еще раз. Еще раз, так что у нас непонятно, почему Кнаб, он читал эти статьи все лето и ничего не говорил, а когда мы их перепечатали, даже не заново, там появилась проблема. Так что, ну, не до конца ясна эта позиция Кнабина. Я правильно понимаю, что, как минимум, главный редактор ушел из этой ситуации у вас, Сандра Дедзиня? А не, она не главный редактор, она журналист был. Она была журналистом. Она ушла, просто это так довольно тоже громко произошло. Ну, было, да, она, да. То есть, журналисты все-таки не совсем разделили эту ситуацию? Не, ну, нельзя сказать, там было, которым не нравилось, да, и были, ну, это единственная такая ситуация была, что Сандра ушла. И очень жалко мне, она очень была, нравилась как журналист, и, ну, с другой стороны, я абсолютно ее понимаю, и, ну, как, мы не можем силой заставить работать, если кому-то в данной какой-то ситуации не нравится позиция, то, ну, что делать? Ну, ну, в принципе, как вам кажется, вот баланс между, ну, в предвыборное время, понятно, что политики, они хотят использовать рупоры всевозможные. Баланс, вот вы как издатель, как вы увидите в конкретном издании между политической какой-то рекламой и пропагандой и, соответственно, журналистской деятельностью, там, этикой и так далее? Ну, каким он в идеале должен быть? Какой? В идеале этот баланс каким должен быть? Ну, трудно сказать, мы же тоже, мне кажется, видим, что где за рубежом везде есть какие-то газеты, которые, ну, там, все знают, что они там социал-декрама, ну, в Швеции там, все знают, она газеты. В Англии тоже, конечно. В Англии, конечно. В Англии, конечно. В Англии, конечно. Ну, у нас есть Латвия-Савиза, это, в принципе, консервативная, национал-консервативная газета, например. Ну, и потому, мне кажется, важно, что есть эти разные знания, у которых есть, может быть, разные позиции. И разные, мы же помним тоже, как Дэна, там, не знаю, когда Сармит Элот была, она же, по-моему, там было даже так, что на первой странице писали, вот, вам надо голосовать за этих, 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 ну. В этом смысле Дэнас Бизнес придерживается какой-то позиции? Вы стараетесь иметь какую-то линию? Ну, мы стараемся, может быть, ну да, это, может быть, показалось на прошлые выборы как-то побольше, но нет. Ну, мы, наверное, стараемся больше акцентировать на какой-то бизнес-проблемы, и если там ругать государство, правительство, то ругать по каким-то там не чисто политическим решениям, но чисто как это к бизнесу там относится. Если это мешает бизнесу, если это плохо, тогда, конечно, по нашим мнениям плохо, тогда мы стараемся, да. То есть, какой-то нет, всё-таки, направленности по конкретному? Ну, нет. Сказали бы, что нет. Хорошо. В принципе, журналистику, её вот принято называть, в Англии, кстати, по-моему, это и началось четвёртой властью, насколько вы знаете, исполнительная, законодательная, судебная, и четвёртая – это журналистика. Насколько в Латвии, как вам кажется, применимо в наше время сегодня такое вот представление журналистики? Потому что, например, вот Лата Лапса, мы упоминали, хорошо вам знакомый, не так давно был в этой студии, и, в принципе, он сокрушался, например, по поводу общественных наших СМИ, латвийского телевидения, Леты, а даже назвал их проститутками. Потому что, например, сейчас одна из самых обсуждаемых тем – это медики, и, я не знаю, заметили ли вы, нет, стали появляться материалы по поводу того, какие у нас зажиточные, богатые медики. Да, да, да. Как вам кажется, в этой связи вообще, насколько вот эта среда, она такая действительно влиятельная у нас? Ну, не знаю, это, да, хорошо или плохо, ну, наверное, плохо, но я думаю, что это, конечно, не сравнить опять там лет 30-40 назад, когда было это, сказать, что там банку убить с газетой можно было, и ещё там такие, я думаю, сегодня, к сожалению, очень мало, где это работает, мне кажется, что, да, может быть, не только у нас, но, мне кажется, политики не только у нас. В других странах они настолько обнаглели, настолько уже мало как-то на них влияют какие-то плохие, негативные статьи или что, ну, не знаю, или это может быть связано с тем, что да, что это объём информации настолько большой, и там люди уже там теряются, что хорошо, что плохо, что правда, что неправда, и, ну, мне кажется, что уже намного теряется. Это название четвёртой власти, я думаю, что идёт. Но в то же время, смотрите, мы постоянно слышим, что СМИ, это, вот есть понятие гибридной войны, да, наверное, как вы слышали, что это часть национальной безопасности, как это относится, так всё-таки это влияет, получается, потому что, ну, например, в Латвии очень много беспокоятся по поводу российского влияния через СМИ. Есть это влияние, как вам кажется? Ну, не знаю, это, наверное, опять надо каждому по себе смотреть, я не знаю, буду звучать странно или нет, но нет, я это, для меня, не знаю, трудно как-то, я понимаю, что многие Динамо Рига там считают какой-то мягкой, как это. Я не знаю, не понимаю, как это, но мне не ясно это до конца, это теория. А в принципе, вот есть тоже понятие медиаграмотности, того, ну, насколько у людей развито критическое мышление, опять же, об этом, что можешь сказать о латвийском читателе, например, как вы это видите, разбирается или сегодня всё-таки больше люди, путаница у них какая-то? Ну, да, мне тоже, наверное, бы присоединился к тем, что путаница есть и просто, ну, как мы видим, прошлые эти выборы, конечно, были одни из самых таких, более красочных, видно это было, но и до того мы всегда видели, что есть какая-то новая партия, которая приходит, Месси там и всё сделает, всё, всех плохих посядет, всех хороших. Доставить на солнце и какой выход, что из этого вышло, ничего не вышло. И мне кажется, что, к сожалению, наше общество настолько легко манипулировать и как-то... А в чём причина этого? Не знаю. Не знаете? Трудно сказать. Сейчас одна из самых актуальных тем, это сбор подписей из референдума о распуске Сейма. Ну, раз уж просто у нас разговор зашёл, вы поддерживаете? Подпишетесь? Мне уже страшно сказать, потому что я уже где-то в Твиттере там видел, что там есть уже эти конспекционные теории, что за этим стоят все три олигарха и там и ДНС Бизнес там и что там, мне уже страшно сказать. Ну, я, наверное, скажу, да, я подписался. Я, наверное, один из этих stupid people, как спринди, журналист, чтобы спринди говорила. А почему? Ну, что это всё stupid people делает? Я просто не понимаю. Ну, не знаю, в Твиттере там интересно. Там есть вот такая сейчас волна пошла, что все, которые подписываются, все эти там почти, да, там Кремлин и там... А за луни какая-то? Подписывается тогда, что там не выйдет ничего, ну, а там такая истерия поднята, что там, не знаю, там... Вы в идеале результат какой видите? Ну, допустим, подписи собраны, референдум проведён, сейм распущен. Что в идеале должно случиться? Я не знаю, я уже, если честно, я не верю ни в чём, что нам будет какая-то нормальная... Как-то разное... Последние, не знаю, три-четыре выборы были... Меня удивляет этот выбор, кто там выходит. Почему? Ну, опять, я буду не популярен, но, как мы уже говорили, да, я был госсекретарём... Минсообщения. Министерством сообщения, да, в середине 2000-х, ну, в начале 2000-х годов, и я видел этих... Я видел и Щел, как премьер, я видел Калвитц, видел Гундерс Берзенча, видел Шлестерса даже. Они все были какими-то личностями, у них все были идеи, и было какое-то, ну, видение на большее. Ну, в сегодняшних политиках я не вижу такой, я не вижу перспективы, я не вижу, что... То есть, вы поддерживаете мнение, что масштаб личности в политике, он как бы... Ну, к сожалению, да, и так что я не думаю, что там особо что-то лучше будет, но... Ну, напоследок поговорим, наверное, о приятном, о миллионерах. Вы с тем же LAT и LAP составили ежегодный список 500 миллионеров, там, если говорить о позициях, то там без особых изменений. Совладелец микро-тыклсарный Сриэкснич на первом месте, да, совладелец Ретуму банка и совладелец АБЛВ банка, хотя у БЛВ дела идут, конечно, не так хорошо, как раньше. А, насколько я понимаю, вы отметили, уже комментируя вот этот список, что мы уступаем по-прежнему нашим соседям, да, по состоянию, то есть, даже те, кто у нас на первых местах, это несравнимо. Как это тоже можно объяснить? То есть, и Эстонии мы тоже... Я не помню, что было с Эстонией, да, но я помню, да, что Литве было 10 раз больше, если у нас было 220 миллионов евро, то Литве владелец этого максимума, как она там, это все владельцы максимума, группа у них, там два, сколько там, миллиардов было. Ну, не знаю, трудно сказать. Ну, связано с тем, что какие-то препятствия есть у нас у предпринимателей с чем-то еще, как мне кажется? Ну, не знаю, ну, про эстонцев мне трудно сказать всех, мы их там ругаем, что они там медленные эстонцы там, а про литовцев, я думаю, ну, мы просто видим наш рынок, мы видим, как литовцы с Максимой зашли, как они с кинотеатрами заходят, как они с Сенукой заходят. Я даже не мог назвать пару таких компаний, которые в Литве, из Латвии зашли, не знаю, или это менталитет просто у них покруче, или они просто, ну, как торговцы, как такой народ побольше активен. Ну, в 10 раз отличие, да? Ну, там у нас было 220 миллионов, там было 2,2 миллиарда, мне кажется. Это очень серьезная разница. Да, да. А Лапс, в свою очередь, отметил, что вот в этом году он обнаружил такую особенность, что очень высокая наблюдается преемственность, то есть миллионерами становятся те, чьи, например, родители, или один из родителей был миллионером. Ну, у Шкела, например, такая ситуация, насколько я понимаю, у него теперь его дети, и жена, супруга зарабатывают чуть не больше, чем он сам. Вы как к этому относитесь, вы считаете, это хорошо, плохо, нормально? Не знаю, ну, это, наверное, нормально, но... Нет в этом какой-то там опасности, я не знаю, того, что у нас какие-то династические пошли эти истории? Ну, да, я думаю, это зависит от детей, как они будут, если они выросли как бы без образования, без идей, без какого-то гена этого бизнесмена, конечно. Там есть опасность, что они это все потеряют быстро, но с другой стороны, я думаю, это нормально, это везде в мире так бы, династии есть. У нас просто первое поколение такое есть, которое меняется раньше, не было. В смысле первое, вы имеете в виду? Ну, я думаю, первое поколение, которое стало там миллионерами после независимости. А, и сейчас происходит смена. Спасибо большое, пора нам заканчивать. Член правления ДНС бизнес Янис Маршинс был у нас в гостях, я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. До свидания. Продолжение следует...